Всем привет! Как неделю встретишь, так ее и проведешь. А начать свою неделю я предлагаю тебе с порцией самых свежих и ярких новостей от команды Универ Ньюз. С тобой Лена Ледвейкина. Смотри сегодня. Алгоритм победы. Стали известны победители Всероссийской Олимпиады по информатике. То, кого легенда баскетбола КФУ померили силами с легионом. С чего начать бизнес? В Казани прошел студенческий чемпионат по решению бизнес-кейсов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров переизбран председателем Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Об этом стало известно на прошедшем заседании Совета. Более подробно об этом и многом другом мы расскажем уже в наших следующих выпусках. В погоне за экзотическими странами мы стали забывать, как красиво и уникальна наша земля. Тем временем внутренний туризм предлагает много возможностей для любителей путешествий. Каких узнаешь в следующем сюжете. Казанский федеральный принял у себя студентов туристических специальностей на первом всероссийском студенческом форуме «Открой свою Россию». Совместно с московскими вузами специалисты Центра туризм и гостеприимства Института международных отношений и истории востоковедения КФУ организовали конференцию, на которой студенты могли представить свои проекты по развитию внутреннего туризма. Стоит отметить, что туризм – приоритетное направление экономики Татарстана, и этому вопросу уделялось большое внимание. И поэтому вот этот форум первый проходит у нас здесь в Татарстане, в Казани. Это не случайно, мы все-таки третья столица, но цель такая – студенты приезжают со своими разработками, наработками, и мы знакомимся как раз с той областью, с тем регионом, где находятся, ну и представляем свои работы. Приехало очень много гостей, планы у всех очень большие. Мы надеемся, что эти планы будут реализованы. Студенты, аспиранты, которые принимают участие в работе этого форума – это наше будущее. Это те специалисты, которые будут обеспечивать наш привлекательный образ Татарстана, нашего университета. Всего в форуме приняли участие более ста студентов из Казани и Москвы. В своих докладах они затронули такие актуальные проблемы, как аккредитация экскурсоводов, безопасность и качество услуг. Резолюция по окончании конференции будет принята во внимание многих правительственных органов. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюс. Что может быть приятнее уверенности в том, что тебя ждут? Особенно уверенность в том, что это твоя блестящая карьера. Как становятся успешными предпринимателями с мировым именем, выясняла Аделя Мухамедшина. На один день Казанский IT-парк стал шумной студенческой платформой, на которой будущие предприниматели со всего Поволжья защищали собственные бизнес-проекты директорам и руководителям компаний. Речь идет о крупнейшем межрегиональном чемпионате по решению бизнес-задач ChangeLange. Данное соревнование призвано поспособствовать карьерному развитию всех участников. Ну а лучшие продолжат профессиональное продвижение представленного на конкурс проекта в ведущих компаниях страны и зарубежья. На самом деле для чего используется чемпионат и почему он проводится? Дело в том, что российская образовательная система очень сильно сфокусирована на теории. Если мы говорим про бизнес, то бизнесу прежде всего нужны люди, которые разбираются в практике. Они участвуют не только одни, а участвуют в команде. Они показывают свое умение презентовать, решать проблемы, ситуации компании. И тем же самым они показывают себя перед компанией, получают возможность трудоустроиться. От Казанского федерального университета в чемпионате приняли участие более 300 студентов. Им пришлось побороться с будущими бизнесменами со всего Поволжья. Противники были, прямо скажем, весьма достойные. Мы усердно работали совместно над этим решением кейса. Мы придумали две технологии, которые позволят улучшить и продвигать. Долго мы сидели, усердно работали, спали ночами. На это ушло, наверное, неделю где-то. Кейс-чемпионаты дают именно ту практику, которую не всегда в полной мере можно получить в вузах. В борьбе за первенство студенты получают настоящий опыт предпринимательства. Точно понимают свою аудиторию, даже осознают, где в последующем можно найти лучших сотрудников. И, безусловно, созревают для блестящей карьеры мирового уровня. Аделя Мухаммедшина, Ленардо Вильтьяров, Универньюз. Интернет так и кишит интересными новостями, о которых мы тебе расскажем в рубрике «Веб-Ньюз». В Казани прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Участие в репетиции в Орске Ус-Раша приняло более 300 школьников из 17 регионов Поволжья. На реконструкцию парка Уридского выделили 80 миллионов рублей. 50 миллионов заложили из республиканского бюджета, 30 пожертвовали местные благотворители. В Казани вышло из берегов река Нокса. В зоне подтопления оказались 38 частных домов в поселках Салмачи и Вишневка. Татарстанский АЗС подозревает в ценовом сговоре. Поводом для проверки ФАС стали многочисленные жалобы от жителей республики о резком повышении цен на бензин. В Барнаульском зоопарке «Тигр» напал на школьницу. По словам очевидцев, 13-летняя девочка вместе с подругой дразнили хищника, стучав по клетке. Павел Астахов обвинил учительницу из набежных челнов в профнепригодности. Напомним, педагог привязал ученика скотчем к стулу, чтобы успокоить его. Видео стало поводом для проверки. В Казани почти 5,5 тысяч человек признаны безработными. Тем временем на каждого безработному приходится по две открытые вакансии рабочих специальностей. Юниоры Акбарса выиграли первенство России. На пути к победе казанцы обыграли всех своих соперников. Татарстанские школьники триумфально выступили на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по химии. Весомый вклад в успех сборной Татарстана внес КФО. Школьники проходили подготовку на базе химического института имени Бутлерова. Также победителями Олимпиады стали три учащихся Айтилицея КФО. Казань объединяет татар по всему миру тотальным диктантом. Проект всемирно контрольный по татарскому языку разработали программисты и филологи Казанского федерального. Диктант запланирован на 23 апреля. КФО посетили представители посольства Великобритании в Российской Федерации. В ходе встречи с руководством вуза гости подвели итоги сотрудничества британских вузов с Казанским федеральным, а также обсудили возможные совместные проекты. На минувшей неделе в Казани завершилась Всероссийская Олимпиада по информатике. Среди лучших юных программистов страны есть и ребята из Татарстана. Каков алгоритм их успеха и к чему продолжают готовиться победители и призеры Олимпиады, смотри, в следующем сюжете. 242 школьника из 52 регионов, 10 заданий и 5 дней ожесточенной борьбы с соперниками и самим собой. 28-я Всероссийская Олимпиада по информатике в Казани стала одной из самых масштабных в истории и особенных. Как для участников, так и для принимающей страны. Ведь уже через 4 месяца в столице Татарстана снова соберутся лучшие знатоки информатики. Только уже со всего мира. И возможность попасть на домашний IOI 2016 многих вдохновила показать все, на что они способны. Удалось это и хозяевам. Среди победителей два татарстанских школьника. Безусловно, каждый день нужно было самостоятельно решать задачи. Без этого никуда. Иногда, конечно, позволяешь себе сделать выходной день, но это проследило довольно-таки. Пришло себя ограничить в решении домашнего задания из школы. Да, часто нас специально отпускали с уроков, занятий, чтобы могли готовиться к Олимпиадам. Поэтому ограничивать себя практически ничем не пришлось. Но я стал тратить гораздо больше сил и времени на решение задач, нежели на различные компьютерные игры, в частности. То есть, раньше я много времени тратил на компьютерные игры, сейчас же я трачу на компьютерные занятия. Кстати, представителей республики среди победителей могло быть и больше. Еще семь наших школьников стали призерами Олимпиады. Трое из них – учащиеся лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Многим до победы не хватило совсем немного. Но ребята не унывают и настроены взять реванш уже в следующем году. Слишком самоверенно себя повел. Хотел задачу решить на полный балл, но не получилось. И в итоге не хватило времени на последнюю задачу. Мог намного лучше. Мог стать пятым, десятым. А стал тридцатым. Надеюсь, стать первым в следующем году уже. Благо, у меня есть на этой возможности и желание есть. Своего рода победителями стали и организаторы Олимпиады. Заключительный этап Всероссийской Олимпиады стал генеральной репетицией того, что будет проходить в Казани с 12 по 19 августа. И Казань доказала, что готова КЛАй-2016 на все 100%. Олимпиада была на высоте, организация порадовала. Не было очередей, как было в прошлом году. Хорошие условия проживания, хорошая еда в столовой. И вообще все было очень здорово. Александр Александров, Леонард Вольтьяров, Универньюс. Ничего не может помешать человеку заниматься любимым делом. Особенно, если это касается спорта. 10 апреля в Каи-Алимп прошел матч среди команд, которые в прошлом играли в баскетбол за свой университет. Подробнее узнаешь в следующем сюжете. Если однажды начать серьезно заниматься баскетболом, то тяга к этому виду спорта не пройдет даже с годами. Это доказывает ежегодная организация Лиги Казбас. Накануне прошел решающий матч для команд «Легенды КГУ» и «Легиона-2». Игроки данных команд – это те, кто уже со студенческой скамьи играл за свой университет. Я не играл в баскетбол до того момента, пока не поступил в Казанский университет. А когда пришел сюда в начале 2000-х, я поступил в 2003 году, здесь был просто бум баскетбола. И невозможно было не начать играть. Были прекрасные условия в Унинксе. Благодаря спорту я приобрел очень много друзей. И, в общем, очень сильно моя жизнь изменилась, на самом деле, в лучшую сторону. Стоит отметить, что болельщики с большим азартом поддерживали любимые команды. Поэтому игра прошла в громкой эмоциональной атмосфере. В самом начале матча «Легион-2» вели счет с небольшим отрывом. Но ближе к завершению матча команда «Легенды КГУ» опередила своих соперников, выиграв со счетом 60-58. Адели Валеева, Ленардо Влитяров, Универньюз. Игры КВН уже давно обрели популярность среди молодежи. Студенты КФУ, а если быть точнее, жители деревни Универсиады, решили не отставать от популярного и создать свою Лигу КВН. Уже прошла первая игра. А смешно или нет, решать вам. Прямо за этой дверью от Теллицей КФУ проходит совершенно новый проект – КВН «Лиги деревни Универсиады». Давайте узнаем, что это такое и с чем это едят. КВН «Лиги деревни Универсиады» – это уникальный проект. Здесь начинающие КВНщики делают свои первые шаги в мире юмора. Сборные команды домов в деревне Универсиады ночами репетировали шутки, не выходя из комнат общежития. И вот настал день Икс, и они показали, на что способны. Шахтер-романтик берет с собой в шахту свечи. Ужас вас. Если мы скрестим дрыща и накачанного чувака, то получится дрыщ, потому что дрыщи всегда доминируют. Как вы знаете петушиные бои? Итак, представьте, черепашьи бои. Раунд, два, файк! Продемонстрировать свои способности приехали и заядлые КВНщики. Мы приехали из Манхэттена, сначала в Нью-Йорк, потом в Огайо, потом в Чикаго. Из Чикаго сразу в деревню Универсиады. Шутки о студенческой жизни в общежитии здесь были как нельзя кстати. Ты мне скажи, в какой деревне ты, наверное, видел? Председатель. И, кстати, я хочу к нему обратиться. Дорогой председатель, вы для нас как Санта-Клау. Вы знаете, очень часто нам говорят в коментаре, что вы придете к нам в дом, но что-то ни разу вас не видели. Хотя не все шутки были понятны тем, кто живет в дне деревни Универсиады, смешно было всем. Ребят, скажите, вам смешно? Да. Серьезно? А вот были моменты, когда вот... Ну были, да. Смешно? А мы продолжаем. Смешно. Очень смешно. Очень смешно. Классно. Спасибо. Спасибо. Смешно? Очень. Мне нравится. Серьезно? Ну да. Я в том, что участник, я звукачка. Если вы решитесь участвовать в таком серьезном деле, как КВН, то смело ступайте в ряды Лиги деревни Универсиады. Ведь впереди еще не одна игра. Анастасиева, Новороман Самарин, Универньюс. А на сегодня у меня все. И помните, счастливым можно быть в любое время года. Счастье, как вечная весна, которая всегда с тобой. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!